Добрый вечер, дорогие друзья! Говорили мы с вами как-то о природе и восхищении природы, радость природы, красотую природы, любовь к природе, характерно для любого нормального человека. Но, как всегда, есть сторона другая. Вот я вам сейчас прочитаю стихотворение одно. Да, оно, наверное, вам знакомо, но оно сильно отрезвляет душу нашу, любящую природу. В пустыне чахлой и скупой, на почве зноем раскаленный, Амчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной. Природа жаждущих степей его в день гнева породила, И зелень мертвую ветвей, и корни ядом напоила. Яд каплет сквозь его кору, к полудню растопясь от сною, И застывает в вечеру густой прозрачной смолой. К нему и птица не летит, и тигр не идет, Лишь вихрь черный на древо смерти набежит, И мчится прочь, уже облетворно. Но человека человек послал кончару властным взглядом, И тот, послушно в путь потек, и к упру возвратился с ядом. Принес он смертную смолу, и ветвь с увязыми листами, И пот по бледному челу струился хладными ручьями. Принес, и ослабел, и лег под сводом шалаша на лыки, И умер бедный раб у ног непобедимого ладыки. А князь тем ядом напитал свои послушливые стрелы, И с ними гибель разослал соседям чуждые пределы. Вот взгляд на природу, взгляд на человека в этой природе. Можно было бы сказать, что вывернутый наизнанку, По сравнению с тем, что нам приходилось говорить и думать о том, Как человек и природа живут в гармонии, И дают друг другу радость и защиту от всякого зла. Это ровно наоборот. И злая природа, и злой человек. И человек приносит зло, и природа несет в себе смерть, И зло, и умирание, и истребление. Почему? Ну что ж, христианин понимает, Что творение создано Творцом, Но творение забывает Творца. Человек забывает Творца. Проклята земля за тебя, говорит Господь человеку, Когда человек совершает грех. И вот это, тяжелое такое слово, проклятие, Ну, как-то сказать, из песни слова не выкинешь. Приходится признать, что оно существует. И разные-разные стороны природной жизни, Начиная от эпидемии, Которые кому-то приносят легкое недомогание, На кого-то отправляют сразу на кладбище. И кончаясь страшными событиями, Такими какими трясениями, пожарами, Все остальное прочее. Да, это существует. Надо в этом помнить. И надо понимать, что зло не истребимо из этой жизни до тех пор, Пока оно не истребится из души человека. Пока существует этот мир, Пока человек существует в своем обычном виде, Мы вынуждены признавать наличие зла И сопротивляться ему в той или иной форме, В том или ином месте, На том или ином фронте. Без сопротивления злу жизнь невозможна. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok